добрый 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 день дорогие зрители моего канала марина цветы сегодня я хочу с вами поговорить о газании гацания еще мы ее называем видео будет предназначено тому как нам сохранить в зиму это растение но в начале все таки я вам хочу рассказать почему это растение называется газания назвали цветок в честь театра фон газа это итальянский священник сделал переводы трудов аристотеля и теофраста и газанию гацанию в германии еще называют полуденное золото ну потому что ее соцветия раскрывается в основном в полуденные часы это только в солнечную погоду дорогие мои друзья газания считается многолетним растением но очень часто мы выращиваем его однолетним и сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом как сохранить это растение и на следующий год но сейчас еще конец лета я обращаю внимание на то что у газании листья темно зеленый или серовато зеленые серебристые плотные очень такие ажурные и они собраны в такую разведку такие листва чуть опушенная помогает растению сохранить влагу в сухую погоду и этим помочь растению комфортно себя чувствовать дорогие мои друзья дорогие друзья сейчас селекционеры вырастили гибридные газанию эти растения многолетние считаются и бывает даже махровое газание цветочки разной окраски цветет очень обильно середины лета и буквально до холодов растения могут быть от желтой до красновато-бронзовых окрасок и есть газание которое со стерильными трубчатыми цветками и за счет этого корзинки долго не увядают есть и махровые формы но такие сорта практически не дают семян поэтому их размножает только черенкование растение имеет компактную розетку и очень прочный цветонос листья очень красивые перисто рассеченные и из-за обильных волосков белого цвета создают тоже такую красивую композицию обращаю внимание что газание это типичный обитатель южно-африканских засушливых областей с высокой влажностью воздуха ночью и сильными росами газание в природе растут на рыхлых щебнистых почвах и получают воду благодаря корня добывающие ее из глубины но излишнее испарение в жаркое время для газания защищает плотные темно-зеленые листья серебристой такой опушкой и кроме того опушение задерживает еще капли влаги газание достаточно засухоустойчивые тепло и светолюбивые и в саду когда мы выращиваем для успешного выращивания и цветения обильно требует открытых солнечных мест газание довольно холодоустойчиво и выдерживает заморозки даже до минус 5 градусов но у нас садах все-таки почву предпочитают легкую питательную и избытка влаги не переносит но и засуха ей нежелательно на тяжелых глинистых почвах особенно в дождливые годы они чувствуют себя угнетенными дорогие друзья газания предопределяют умеренный полив и обязательно удаление увядших от свевшихся цвете которые именно будут способствовать образованию новых бутонов мы подкармливаем газанию каждые 4-6 недель а на более скудных истощенных почвах через 2-4 недели сделайте подкормку раствором полного минерального удобрения но все-таки я советую для цветущих растений и все-таки сегодня я хочу поговорить и обратить внимание на зимовку газание для того чтобы уже весной это растение снова вас порадовало газание без особых проблем зимует в помещении в конце сентября когда уже будет резкое снижение температуры обращая внимание что переносит легкие заморозки газания до минус 5 вы пожалуйста пересадите газание в ящик или в контейнер в горшок и уже занесите растение в дом или на веранду с температурой не выше 80 градусов если еще на улице достаточная погода предопределяет нахождение контейнера на улице пусть он у это время побудет вот в горшке в контейнере еще в саду зимой растения поливает очень умеренно однако нельзя нам допускать полного пересыхания почвы удобрения уже мы прекращаем должно быть достаточно светлое помещение и весной в конце февраля в начале марта уже перед высадкой перезимовавших экземпляров грунт если вы планируете мы с вами побеги наполовину укорачиваем это будет стимулировать вегетацию этого растения и уже буквально с апреля месяца ваше растение тронется в рост и будет очень обильно цвести с начала лета и уже с марта месяца мы с вами снова начинаем использовать комплексные удобрения для цветущих растений обратите на это внимание размножается газание и семенами и черенками для выращивания рассады нам с вами надо посеять семена достаточно рано это февраль-март в контейнеры в ящички и в теплом месте при температуре 18-20 градусов но обращаю внимание что иногда семена газа не достаточно долго прорастают могут быть и две недели три недели даже могут задержаться с прорастания вы не отчаиваетесь поливаете землю обрабатываете от грибковых заболеваний и когда появятся первые уже растишки при появлении первого постоянного листочка мы пикируем сеянцы и уже доращиваем при температуре 12-15 градусов посадку на место произрастания производим в середине мая перевалкой лучше выдерживаем расстояние между растениями 15-20 сантиметров и растения очень хорошо трогаются в рост и буквально с начала лета с конца весны уже радует вас вот таким необыкновенным цветением с середины лета можно размножить черенками которые мы берем с боковых побегов у основания стебля для укоренения выдерживают в растворах стимулятора роста и корнеобразования и в первое время черенки защищают от прямых солнечных лучей и сквозняков в дальнейшем до высадки в цветнике выращивать при температуре 15-18 градусов при хорошем освещении и поливаем по мере необходимости газание очень красиво использовать для рабаток бордюров для каменистых горок откосов и даже для срезки газанию высаживаемую и в широкие вазоны или контейнеры очень красиво сочетать газанию синим агератом или лобелии и благодаря вот такой серебристой опушке листьев растение хорошо и переносит и высокую загазованность городских улиц и поэтому их можно высаживать даже на городских клумбах и на балконах в городе растение очень необычное очень красивое и достойно занять место в вашем саду и цветнике поэтому все мои советы мастер-классы для вас на моем канале марина цветы подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok